всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса давно не снимал я для вас видео и я хочу вам сегодня рассказать очень важную схему которая ответит вам на вопросы как работать с неврозами очень методологично почему не заканчивается ваша вегетатика почему ваши навязчивые мысли и ипохондрия продолжает вас мучить почему вы никак не можете найти таблетку от вегетососудистой дистонии от неврозов хотя в принципе вы многое понимаете я буду использовать очень простую схему которая наведет порядок у вас голове поэтому не переключайтесь смотрите этот ролик до конца потому что в конце будет очень интересный бонус ну не то чтобы бонус просто я сделаю небольшую вырезку из одного своего тренинга и вы все прекрасно увидите но сначала я буду рассказывать вам ту концепцию которую вам не расскажут в институтах которую вам нигде не расскажут потому что я постараюсь объяснить простым языком очень сложную невротическую конструкцию неважно это укр или это ипохондрия или это неврастения или еще что то если вы испытываете вегетососудистую дистонию если вы испытываете панические атаки страхи на здоровье то у вас сердце то у вас рак то у вас этот то у вас то вы мучаетесь в интернете вы смотрите мои ролики вроде все понимаете но что то как то оно не уходит и вот я хочу вам сегодня объяснить давайте со мной порисуем чуть-чуть я буду простым языком говорить очень сложные вещи хорошо значит чтобы понять как вылечиться от неврозов и от вегетососудистой дистонии надо понять что неврозологии и неврозов есть проблема которую условно можно разделить этот же алгоритм можно назвать в работе с психотерапевтом условно разделить на два уровня первый уровень и второй уровень соответственно тревогу мы можем назвать так тревога первого уровня и тревога второго уровня Вот так это можно примерно с вами нарисовать Есть базовая тревога, есть еще одна тревожность, вторичная Вот смотрите, что происходит Происходит то, что вы в основном концентрируетесь на проблеме первого уровня Где у вас возникает вегетососудистая дистония Где у вас возникают всевозможные страхи И где у вас возникает всевозможное странное поведение Вот возьмем эти три аспекта У вас дисфункция кишечника, тахикардия, сосуды, плохо себя чувствуете, то, что вы назвали ВСД У вас страх за здоровье, за сердце, за сосуды, за навязчивые мысли, которые лезут вам в голову А вдруг вы кого-то убьете, а вдруг вы сойдете с ума и так далее и тому подобное И у вас странная форма поведения, где вы периодически испытываете панику, далеко не ходите Или вы пытаетесь что-то мыть, пересчитывать, перешагивать, перепроверять и так далее Все это в совокупности является очень тревожным для вас состоянием Которое вы на самом деле сами осознаете чем? Вы испытываете определенный мыслительный процесс уже по вопросу ваших симптомов А что у меня с сердцем? А как я дышу? А точно ли я не умру? А точно ли я не сойду с ума? А точно ли мне поможет? А что со мной? А как это лечить? А вот я где-то читал, это опасно, что-то у меня высокое давление То есть вы начинаете на самом деле обдумывать те психовегетативные состояния, которые с вами происходят вот здесь Вы начинаете видеть в них угрозу, вы начинаете исследоваться, ничего толком не находят И вы начинаете видеть, блин, когда же это закончится, когда же это пройдет? А вдруг это все-таки симптомы сердца? Вы начинаете подтягивать жару, кофе или еще какие-то аспекты, которые вам трактуются как угрожающие Потому что вы чувствуете себя плохо И это для вас логично Я сам был в 2006 году на вашем месте Я знаю, насколько вы жестко убеждены в том, что с вами действительно что-то произошло Есть только один большой, скажем так, косячок, который никак не укладывается у вас в голове Но если вам вот так вот плохо и на жаре, и с сосудами, и с сердцем, и с кишечником, и мысли какие-то лезут Почему же врачи не могут найти болезнь? Вот этот вот момент, он еще больше вас гложет, еще больше заставляет не понимать, что же делать Если мне так плохо, почему же нету болезни? Кто-то там это говорит, кто-то другое, непонятно Вроде как говорят от нервов, а что от нервов? Непонятно, мне же тут плохо И вы начинаете здесь замыкаться Здесь же возникают паники Потому что паника это такая простая штука, которую я хочу вам объяснить Паническая атака не является самим неврозом или симптомом невроза Паническая атака является лишь краткосрочным испугом вот этих всех состояний У вас она может случиться из-за того, что вам вегетативно стало нехорошо И вы подумали, что это инфаркт, и вы испугались И потом стали избегать мест, где у вас это случилось Или стали ходить по врачам и носить с собой таблетки, потому что вам показалось, что у вас сердце не так Как это был сердечный приступ, хотя на самом деле это было просто вегетативное напряжение, которого вы испугались Либо у вас начинает закрадываться в голову сомнение А вдруг я сойду с ума, вы потеряете с собой контроль И вы этих мыслей пугаетесь и даете себя до паники Либо еще что-то Так или иначе, вы трактуете все это как угрожающее и пугаете себя Приступ паники, который основан на выбросе естественного эндогенного адреналина Вы начинаете трактовать как приступ, который чуть не привел вас к смерти, но вам просто повезло И вы начинаете считать, что у вас есть болезнь, которая якобы подтверждена каким-то приступом Но непонятно, что делать, потому что болезни нет И вы в полной уверенности, что у вас есть приступы какой-то болезни, которые не могут найти Или вы вот-вот сойдете с ума, или вот-вот вы все-таки потеряете контроль Или вот-вот все-таки сосуды и сердце вас не выдержат А может все-таки у меня рак, а может у меня все-таки инфаркт, инсульт, а может быть все-таки что-то со мной не то И вот тут вы начинаете крутиться, крутиться, крутиться и крутиться И вы на 100% убеждены в том, что у вас какая-то болезнь, которую никто не может вылечить И даже если это от нервов, то непонятно, что с нервами Здесь очень важный надо понимать момент, что терапия ваших неврозов, так же как и структура вашего невроза делится на два этапа На первом этапе вам очень важно вот это понять И поэтому смотрите ролик, пожалуйста, внимательно Потому что если вы продолжите трактовать дегитатику, мысли и прочие психофизиологические аспекты Как угрожающие или прелюдию каким-то запалеванием Вы будете создавать тревожность, которая будет вам очень сильно мешать понимать основной процесс психотерапии Поэтому, когда психотерапия бывает неэффективной Она бывает неэффективной тогда, когда вы продолжаете убеждать себя в том, что у вас есть какая-то болезнь Потому что есть вегетативное состояние или состояние тревожности Как вы это делаете? Вы это делаете, используя ложные аргументы То есть для вас тахикардия – это аргумент болезни Для вас там нехватка воздуха, комфор – это аргумент болезни Для вас ваше состояние или панические атаки – это аргумент, который вам кажется, что это все-таки болезнь И это все-таки может привести вас к смерти Хотя по факту, по факту обследование не говорит вам о том, что у вас есть аргументы Которые действительно могут говорить о том, что вам есть чего опасаться Все обследования говорят, что вам нечего опасаться А вы все равно придумываете себе аргументы Иногда вы эти аргументы высасываете из интернета Где-то между строк что-то прочитали Иногда вы на каких-нибудь форумах увидите какие-то непонятные аргументы, которые непонятно кто написал То есть на самом деле вы используете псевдоаргументы, которыми убеждаете себя в том Что у вас действительно есть что-то недообследованное или есть какой-то риск и так далее Ребятки-котятки, рисков здесь нету Иначе вы сейчас бы все невротики в черных мешках бы валялись по улицам Сейчас тысячи рейсов в воздухе и каждый второй человек там боится, испытывает и паники, и страхи Кто-то на войне, кто-то в отделении неврозов, никто от этого не умирал Миллионы людей испытывали и неврозы, и панические атаки, ничего с ними не случилось Вы просто подумайте, на основании каких аргументов вы делаете выводы На основании тревожных и непроверенных аргументов Главным аргументом, который вы должны на первом этапе вашей терапии Это услышите сейчас меня У меня нету органической болезни, которая могла бы быть фактором риска при наличии тревожности или при наличии каких-то страхов и так далее Теперь давайте более детально Почему возникает вегетатика? Почему возникает навязчивость? Потому что вы сами об этом начинаете думать, что это угрожающе Вы концентрируетесь на этом внимании, вы изучаете, читаете, проверяете пульс Каждый день мониторите давление и так далее и тому подобное Следите за мыслями, только об этом не думать А когда меня отпустят, что же со мной случилось И вы сами погружаете себя в это Дальше вы еще иногда можете в интернете посидеть и А у тебя что? А у тебя что? А у меня вот так И вы начинаете крутиться здесь Тем самым вы делаете колоссальную ошибку Вы фокусируетесь на вот этом состоянии Оно не закончится Никогда не закончится Почему? Потому что есть вторичная тревога Пока вы вот об этом думаете, концентрируетесь и считаете это угрожающим Это и будет работать То есть первое, что вам надо делать И первое, над чем работает психотерапевт Это объясняет вам очень детально И показывает, что для... Да, у тебя есть вегетатика Да, у тебя есть это Да, у тебя есть это Но это не нужно интерпретировать как угрозу Да, пускай это будет Пускай это будет Пускай это мешает Пускай это некомфортно Пускай это какое-то время еще продлится Но это не является фактором риска И это уж тем более не является основой для твоего каждодневного наблюдения за собой Потому что есть то, что является неврозом На который мы должны сосредоточить внимание Если вам нужны упражнения для панических атак и для агорофобии Посмотрите канал Невроза Мегаполиса Там об этом есть Посмотрите вебинар по ОКР Там все есть по работе с этими аспектами Но сейчас я хочу объяснить, что если вы мне будете писать тонны писем А я от этого умру, а от этого я умру, а я не сойдет с ума А это да-да-да, а что же мне делать, а как это делать А это как, а это не будет ничего хорошего с вами Потому что вы сфокусированы вашей тревожностью на самочувствии Моя задача избушку на курьих ножках чуть-чуть повернуть Вот когда вы внимание отсюда переместите вот сюда И я сейчас пример приведу Это будет то, что является терапией Теперь смотрите Тревога второго уровня или напряжение второго уровня Это является той проблемой, которая создает изначальную сильную тревожность Почему у вас возникает ипохондрия? Почему у вас возникают различные фобии, сменяющие друг друга? Да потому что у вас изнутри, из внутреннего невротического состояния проявляется расстройство То есть вот это наверху, это расстройство А вот это, это невроз И вот это надо понимать Что если вы будете бегать и махать шашкой по верхушкам Расстройство, оно будет потом продолжать нарастать и развиваться Вы берете страх за сердце, появится страх за это Вы берете страх за это, появится страх за то Вы устраните панические атаки агорафобии Проявится еще какая-нибудь тревожность, которая будет вас мучить и так далее и тому подобное Потому что работать необходимо с основной структурой невротического состояния Здесь более сложно, чем просто объяснить вам о ВСД и панических атаках в Ютубе Чтобы понять сложность, я попытаюсь разделить второй уровень тревожности или сам невроз на две категории Скажем так, упрощенный вариант и усложненный вариант Усложненный вариант это тогда, когда у нас в детстве произошли какие-то травмы, события, насилие И прочие аспекты, которые на всю жизнь отложились у вас в голове и в психике И это создает у вас основную проблему Также это может вызывать нормативность Я напишу это вот так Самостоятельность Здесь, я сейчас объясню Например, вы были воспитаны всегда как человек очень нормативный Когда вы не можете выйти за рамки вашего а-ля воспитания Вы постоянно стеснительные, вы постоянно робкие Вы постоянно боитесь доказать, что вы плохое Как бы этого не увидели, а как бы не было плохо То есть вы воспитаны изначально жестко, нормативно Далее двигаясь по жизни, вы эти нормативы начинаете преломлять в жизни Где вы создаете огромное напряжение И вот это напряжение начинает проявляться в виде проверок А как бы сделать, чтобы быть хорошим А как бы не быть плохим А что будет, если я это А что будет, если то Это и сопровождает вегетативное, навязчивое состояние Потому что вы даже мысли в этой нормативности подвергаете сомнению Ведь хорошие люди так не думают Если я об этом думаю, это плохо И пошло-поехало То есть если в базовой структуре У нас есть очень сильная нормативность Очень сильная зажатость Она и будет вызывать у вас напряжение, которое будет клинически проявляться Поэтому здесь очень важно понять, что надо спуститься на первый этаж И работать с нормативностью и напряжением Это я говорю с правой ОКР Еще много вариантов, которые создают базовое напряжение здесь Например, это гиперопекающие родители Которые своей любовью изолировали ребенка От способностей к самостоятельности К способности к принятию решений Способностью чувствовать себя целиком независимым человеком Мы постоянно говорили, как надо и как не надо И я за тебя сделаю И вы воспитали фактически человека Не готовым ко взрослой самостоятельной жизни И это тоже у него вызывает жуткое напряжение Которое будет проявляться так или иначе Либо всю жизнь, либо в какой-то точке это выйдет И он почувствует вегетатику И испугает, случится паники И он придет к вам с паническими атаками Но на самом деле за этим стоит огромная невозможность жить самостоятельно Потому что за паническими атаками Как правило стоит на самом деле то напряжение Которое создано здесь Здесь же в структуре сложных неврозов Кроется внутренняя требовательность Внутреннее стремление постоянно кому-то что-то доказать Постоянная гонка, конкуренция Постоянное предъявление претензий окружающим Все вот это будет генерировать огромное напряжение Которое так или иначе может проявиться в той или иной степени в жизни Клинически И вы испугаетесь И опять начнете вот здесь крутиться Поэтому работать здесь нужно с причиной возникновения базовой тревоги И могут быть более простые неврозы Когда у вас было все вообще хорошо У вас ничего не тревожило Вы летали, ели, пили кофе, куролесили, веселились И все было хорошо И вдруг в один момент Либо вы бухнули, у вас похмелье Либо что-то покурили Либо вы с кем-то поссорились Либо вы просто поехали на работу Либо вы просто вышли на улицу И вдруг откуда ни возьмись Появилось напряжение вегетативное Которого вы испугались И пошло-поехало В таком случае схема выглядит так Что у вас в течение жизни Сложились какие-то обстоятельства В какой-то точке Или череда обстоятельств Которые вы слишком эмоционально отреагировали Где вы слишком Где произошли ситуации Где вы не смогли принять решение Эти ситуации тянулись Затягивались Вас что-то раздражало И вы никак не могли с этим справиться Вы никак не могли принять решение Произошли какие-то череда ситуаций Которая попала в ваши больные точки Потому что не у всех неврозы возникают Попали в какие-то больные эмоциональные точки Обреагирования Поднялось внутреннее напряжение Которое вышло клинически И вы опять пошли, поехали вот здесь То есть на самом деле Есть еще один очень важный момент Когда вы вот здесь не знаете Как быть И это неосознанно Неважно это С детства это тянется Или это локально проявилось Это детермировано Вы не знаете Как поступить здесь И ваше все внимание Концентрируется здесь Как бы отвлечь вас Мы это В клинике называем Уходит в симптом Вот здесь проблема Кажется неразрешимой Затянутой Невозможной Безвыходной И вы смещаете свое внимание На всевозможные Похондрические Навязчивые состояния Убеждая себя в том Что вот это главное Это главное Это главное Избавьте от меня Избавьте от меня Нет Вот пока вы здесь Этот вопрос не решите Так или иначе Это будет проявляться клинически Даже если у вас не будет Панических атак А горофобии Все равно у вас будет Проявляться напряжение Вегетатика И мысли И тревога И бессонница И головные боли И психовегетативное состояние Потому что вот здесь Надо разобраться Что надо сделать Чтобы разобраться Вот с основой неврозов Здесь необходимо Подойти индивидуально И показать пациенту Чтобы он осознал С помощью определенных техник Какие сферы Могут вызывать Напряжение И как эти схемы работают Я не могу С вами со всеми Подойти К каждому В скайпе Потому что вас очень много Именно поэтому Когда вы мне пишете В социальных сетях Леша у меня это Леша у меня это Леша у меня это Леша у меня это Я прекрасно понимаю Что за этим За всем Стоит какое-то Базовое внутреннее напряжение Либо хроническое Да Где нам придется Учиться самостоятельности Меньше реагировать Эмоциональное Либо какое-то Локальное Которое надо устранить Например у меня была Клиентка Буквально недавно Поставила рекорд По степени Быстроты Снятия напряжения На 85% Она пришла Всего на 3 Занятия Очно И пришла с паниками С вегетатикой С бессонницей С потерей веса С потерей аппетита С тошнотой И так далее На первом занятии Объяснил ей вот это На втором занятии Я стал изучать А что же являлось Может вызывать У нее такое напряжение И там оказалось Очень просто Затяжная ситуация В личной жизни Невозможность Принять решение Откладывание Принятия решения Затягивание Что может быть Когда-нибудь Оно разрулится В итоге Так или иначе Это подняло напряжение Которое проявилось Клинически Которое Ввиду ее мнительности Она слишком сильно Испугалась И еще ввиду того Что она здесь Не могла принять решение Она ушла Вот как будто Вот у нее тут проблема Тут проблема Как только я ее носом Повернул отсюда сюда У нее резко Все закончилось Я не боюсь этого слова Закончилось Потому что Она начала думать Используя когнитивную терапию Как здесь Решать этот вопрос А не здесь И у нее ушла Вторичная тревога Сразу Потому что Она перестала На это обращать внимание Раз И как только Она здесь Для себя Приняла определенные решения У нее И эта тревожность Стала падать Вот и все Поэтому Я хочу вам объяснить И попросить вас Сейчас я включу вам Фрагмент Десятого занятия Третьего сезона Посмотрите Каких люди Результатов Добились Всего лишь за пять Недель Когда у меня Используя Крепкое словцо И тренерский Мотивированный Тренинг Получилось Сместить внимание Людей Отсюда На истинные Проблемы Дав им Методику Когнитивной терапии Рациональной Мотивной части Чтобы они смогли Здесь размышлять У них ушла Тревожность Потому что Они отсюда ушли И у них Ушла тревожность Потому что Они здесь снизу Я забегу Чуть вперед Вы видите Среднюю статистику 50-60% Лучше В целом Разве это плохо За пять Недель Поэтому Я не могу С вами Работать Со всеми Чтобы в каждом Конкретно Разобраться Но Я могу Вам дать Четкую методологию Которая позволит Вам Посмотреть Не только Здесь Объективно Но и Самая главная Моя задача Это сместить Вашу макушку Вот сюда И дать Вам конкретную Технологию Как работать С этими причинами Какие они бывают Множество примеров И вы Офигеете От того Как на самом деле Все не всегда Уж и сложно Просто Надо думать И размышлять И работать над собой Вот в этих сферах Этим и занимается Ваш покорный слуга Ассоциация Когнитивно-панической терапии И мои коллеги Поэтому Я сделал для вас Тренинг Он начинается 10 июля Это четвертый сезон Сейчас я включу Фрагмент Десятого занятия Посмотрите Это очень важно И я Сделал для вас Все что возможно Я не могу Вам дать Больше Объяснений Чем это Потому что Если вы продолжите Спрашивать про симптомы Я все равно Вам скажу Заниматься надо Неврозом Вы скажете А как Я скажу Тебя надо обучить А как Ну приди ты на тренинг Он стоит 2950 рублей Надо будет оплатить Два раза Первую часть До начала тренинга Вторую часть В середине 2950 Анализ крови Больше стоит Вы должны Четко понимать Что Пока вы не научитесь Технологично Решать вот эту Проблему У вас вот это Будет меняться И меняться И даже если не будет паники Все будет меняться Поэтому Я сделал для вас Все что можно И доступное Обучение Тренинг Я разжевал все Выбор за вами Либо вы приходите И занимаетесь И работаете Над своими ошибками И занимаетесь Основой Либо вы продолжаете В интернете Задавать массу Вопросов По поводу Массы Психо-физиологических И страшилок И прочих симптомов Ответ Будет Один Работать Надо С базовой Тревожностью Десять занятий Вы будете Получать копии В понедельник И в четверг Восемь часов У нас Двух с половиной Часовые уроки Пять часов В неделю Понимаете Это пятьдесят Часов Пятьдесят Часов Сейчас Подождите Десять занятий Пять недель Двадцать пять часов Простите Двадцать пять Часов Я буду вам Рассказывать Всю методологическую Часть Как с этим Работать Конечно Мы начнем Вот с этого Потому что Многие ребята Придут с этими Страшилками И прочими Но буквально За два занятия Я смещу Ваше внимание Вот сюда Вот сюда Вот сюда Конечно Кто-то Будет смещаться Медленно Но в целом Я сделаю так Что к десятому Восьмому Занятию Вы будете Четко Понимать Что произошло Когда И что с этим Делать И я вам буду В этом помогать Ну а пятого Июля Я расскажу О том Как Не воспитать Невротических Расстройств Основные Ошибки Воспитания Детей И как Их Исправить Если они Уже Есть Я приведу Примеры Как создаются Истерия Невростения ОКР Именно в формате Детского Периода Жизни С нуля До семи Лет Я объясню Как формируются Эти стратегии Поэтому пятого Июля Тоже Онлайн Вебинар Приходите Для ребят Первого Второго Третьего Четвертого Сезона Будут Большие Скидки Но для Всех Остальных Будет Единая Цена Тоже С копией Кстати Тренинг Тоже Дет С копией Если вы Не сможете Участвовать Онлайн В 8 вечера Вам будут Высланы Копии Каждого Занятия Которые Вы сможете Пересматривать На протяжении Всего Тренинга Ребята Вот Я Ничего Больше Для вас Делать Не могу Я могу Вам Только Дать Методологию Вам Останется Только Прийти И ей Воспользоваться Если вы Будете Считать Что вам Достаточно Просто Что-то Посмотреть Этого Недостаточно Что-то Просто Понять Этого Недостаточно Надо Действовать Не просто Понимать И кивать Головой А надо Будет Действовать Это Очень Важно Ну И Последнее Что Хочу Вам Выбор Конечно За вами Вы Можете Смотреть Понимать Кивать Но Пока Вас Носом Вот Сюда Не Ткнешь И Вы Не Начнете Методологически Решить Этот Вопрос Вот Все Эти Вещи Будут Циркулировать И Странствовать И Так Или Иначе Вы Придете Или Ко Мне Или К Моим Коллегам Но Все Вы Начнете Над Этим Работать Я Хочу Вам Скажем Чем Раньше Тем Лучше Потому Что Жизнь Такая Штука Где Хотелось Чтобы Вы Прожили Максимально Полноценно От Неврозов Вы Не Умрете От Всего Вот Этого Вы Конечно Не Умрете Ласты Вы Не Склеите Но Качество Вашей Жизни Будет Нарушено И Задача Психотерапии Вашего Покорного Слуги Это Как Можно Лучше И Быстрее Наладить Качество Вашей Жизни И Очень Часто Люди Знаете Как Они Говорят Леш Почему Я Не Нашла Вас Раньше Я Говорю Не Надо Жалеть Вы Нашли Тогда Когда Нужно Но Это Было Не Так Сложно Почему Я Этого Не Видела Так В Этого Есть Особенность Психики Потому Что Вот Этих Аспектов Которые Вы Вызывают Базовое Напряжение Часто Вы Не Видите А Если Даже Вы Видите С Помощью Образовательных Программ То Вы Не Знаете Как Здесь Поступить Потому Что Субъективно Вам Кажется Это Нерешаемо Невозможным Тупиковым Безвыходным Поэтому Приходите На Сайте Красиков Онлайн Есть Вся Информация Я Сдел Это Максимально Доступным Ну А 5 Июля Тренинг По Воспитанию Невротиков И Коррекции Этих Ошибок Тоже Приходите А Сейчас Посмотрите Пожалуйста Фрагмент Десятого Занятия Посмотрите Каких Результатов Добиваются Люди Которые Ра Бо Та Ют Над Собой Они Просто Вот так Смотрят Видеолекции Всем Спасибо Мы С вами Увидимся Десятого Числа Готовьтесь Я буду Очень Предельно Внимательно Все Объяснять А Ваша Задача Лишь Действовать Успехом Я понимаю Что есть Те Которым Все Понятно Я знаю Что Есть Ребята Которые Получили Прекрасные Результаты Давайте Сейчас Померим Давайте Посмотрим Вашу Первую Страничку И Посмотрим Какие Были Записаны Цифры Общего Напряжения Общей Тревожности Понимания И По Своим Ощущениям Напишите Процент Насколько Вам Стало Понятней И Легче Одновременно Насколько Процентов Вы Как вам Кажется Изменились И Насколько Процентов Вам Кажется Вы Для себя Измерили Результат Относительно Того Что Было Пожалуйста Продолжение следует Возьмем Возьмем 40 30 20 50 50 60 30 40 30 30 60 50 75 И Лучше На 80 60 70 50 70-80 Ну, опять же, возьмем Средник 45 Наверное, 55 Правильно я так думаю? Это те же цифры, что я вам говорил В начале Видите? Причем теперь у меня следующий вопрос Вот те, кто пишет 60, 70, 50 Точно 60 Вот такие высокие показатели для 5-недельного тренинга У меня к вам вопрос Следующий Я сейчас очеркну Вели ли вы записи каждый день? И насколько четко вы видите, как вы себя тревожите? И насколько у вас Насколько ответственно вы подошли к процессу? Тоже в процентах То есть, если вы сказали Вот фанат-фанат это 100 Ни хрена не делал, а это 0 Вот сколько процентов усилий От фаната-фаната Каждодневного такого Где вы каждый день прорабатывали Это 100% До ни хрена не делала Но мне стало легче на 70% Как вы пишете Вот на сколько процентов Те ребята, которые достигли высоких результатов Вы бы себя оценили? Сколько были проценты Вовлеченности 70, 80, 65, 70, 40, 60, 70, 60, 70, 50, 70, 80, 70, 65 Делала каждый день Тогда побольше, наверное Вы видите, что на самом деле Я показал вам очень интересную закономерность Все поняли, как это выглядело Вот кто сейчас? Спасибо большое, ребят Я вам очень благодарен За ваше участие Спасибо вам большое Ассоциация когнитивной терапии Тоже вас благодарит У меня к вам вопрос Вы поняли, почему я задал сначала Первый вопрос про результат Потом подошел к тем Кто добился хороших результатов И задал вопрос Во сколько процентов вы оцениваете Свою вовлеченность Поняли, в чем фишка Этого вопроса? Вы увидели, что у вас цифры Практически одинаковые Что это доказывает? Не просто посмотреть эффективность Что это доказывает? Ну не то, что вы можете еще Конечно, да Но что это доказывает? Все верно Что именно процентное соотношение Вашей вовлеченности Будет определять ваш результат Поняли? Вот вам простая математика Которая опять же является Эмпирическим Доказательством Старания равны результатам Ну верно Поэтому те ребята Которые считают Что они достигли Плохих результатов Или они достигли Недостаточно ярких результатов Задайте себе вопрос Как вовлечен я был в процесс? Насколько я был участен В процессе И насколько я был честен Сам с собой После тренинга Когда я клал трубку Или переставал смотреть Эту запись Что я делал в течение дня? Как много я записывал? Как много я с собой диспутировал? Насколько я часто пересматривал? Сколько раз я пересматривал занятия? Сколько я исписал Тетрадей и дневников? Сколько я вообще вёл записей? И вы в принципе Видите закономерность Очень редко бывает так Когда человек вёл Тонну тетрадей Если это делал правильно И где он постоянно С собой диспутировал Что он не добьётся Результатов выше 45-60% Как правило Это люди Которые нихрена не делали Либо что-то делали не то Либо они не верят Они сидят и думают Ну сейчас я его послушаю И что-то будет Вот те, кто сидели и слушали Я вам передаю большой привет И вот эти ребята Которые достигли изменений Они вам тоже передают большой привет Возникает вопрос И если вы хотите Вы можете прийти на второй сезон На четвёртый сезон Там у нас есть большая рассрочка И там не такие деньги Которые могли бы вам помешать сильно Может быть со второго раза Вас это как-то зайдёт ещё по-другому Десятого числа начинается четвёртый сезон Может быть вам стоит повторить Во втором потоке писала регулярно А на третьем уже не вела Не было необходимости О! Вот вам пример Да, где человек два потока прошёл Два сезона На первом потоке она уперлась рогом Пришла на третий Чтобы доработать И так далее Но уже не было необходимости Вот вам ответственный человек Вот вам классика жанра Да, где человек захотел Упёрся И два раза даже пришёл Поэтому Что тут ещё требуется вам Показать, доказать Спросить Они отличаются только одним Это силой и мотивацией И желанием справиться с этим И желанием И ещё они отличаются тем Что они способны выдерживать дискомфорт Когда не хочется писать И когда не хочется Говорить Как я это создал Как я себя тревожу Как я себя злю Многим не хочется в этот момент останавливаться Записывайтесь на четвёртый Две девятьсот пятьдесят Это не те деньги мира Которые У нас даже анализ крови Порой стоит больше Чем мой тренинг Поэтому, ребят Делайте сами выводы Или в малую группу приходите Она уже в среду начнётся Там более детально Либо четвёртый сезон Либо малая группа Выбирайте Но четвёртый гораздо дешевле Чем малая группа Малая группа Стоит в разы больше Потому что Там восемь чек И восемь И это более уже такие Персонифицированные занятия Четвёртый сезон Две девятьсот пятьдесят И два платежа Всего С большим промежутком Это достаточно доступно Ну вот Татьяна написала Напишите ещё Кто пришёл С третьего Со второго сезона Например Татьяна написала Да Вот она была Кто-то ещё приходил Ксения Поэтому Алина Если бы это было Так неинтересно И непонятно Вряд ли они бы пошли На личную терапию Я не веду Будут разовые занятия Я рекомендую вам Личную терапию Сейчас у меня идёт С VIP клиентами Я в первом сезоне писал А в этом нет Ну Видите А почему не писали Потому что Уже не было необходимости И вы просто что-то дорабатывали Либо вы просто забили Алина Алина Уже в голове на автомате Вы видите Алина и Татьяна После второго и третьего потока Теперь только в малую группу Вот смотрите Смотрите насколько вот это Как раз показывает результат Вовлечённости Вот Татьяна и Алина Два потока прошли И ещё и в малую группу Таня хочет Ну вы представляете Насколько человек Увидел изменения И насколько он хочет Поэтому Вот вам все ответы Вон Алина пишет Я пересматриваю запись Вела дневник Увидела все свои убеждения Увидела как себя Тревожила И всё хорошо Прям вся Вегетатика закончилась Работа после третьего занятия Нашла спасибо Пожалуйста Вот Ещё раз вам говорю Что очень важно Слушать меня И быть участным И у вас всё будет получаться И Рита тут не исключение Какой она Не марсианин Она не с Нибиру прилетела Она такая же как и вы Просто человек Упёрся рогом Захотел понять Пересматривал Вникал Понимаете Поэтому Я не могу вас заставить Я же не карабас-барабас С дубиной Согласны? Сколько времени Будут доступны Видео третьего сезона Сегодняшнее Десятое занятие Четверг Видео будут доступны До конца недели Вот Соответственно Вот это первая часть Которую я хотел вам показать Все поняли Что результаты В наших занятиях Есть и большие И великолепные Что? Ой, нет Почему? Потому Вам об этом сказано Сказано было Ещё сразу Нет, нельзя Поэтому это очень важно Все поняли Что Вот Как выглядят результаты И как важна Вовлечённость Это очень важно Очень важно Иначе Вы будете Ходить по интернету В поисках лечения ВСД Понимаете? Это Это очень важно Но очень Так Это была первая часть Которую я хотел вам показать По результативности Когнитивной терапии И даже В таком формате Психологического Консультирования Попозже Спасибо скажете Мы ещё не закончили Теперь Вторая часть Сегодняшнего занятия Нет Нельзя Жду вас На четвёртом сезоне И Вот Я хочу Обратиться К этим Халявщикам Долбаным Значит Я верю В то Что Только Приложив Усилия Вы получите Результат Те Кто Хотят Что-то Купить Скачать Найти На халяву Скинуться Вы не добьётесь Результатов Я вам Обещаю Потому Потому что Вы Не приложили К этому Сознательно Много Важных Усилий Воли Во Вселенной Есть очень важный Закон Как и Закон Третий Закон Ньютона Он работает По этому же Принципу Вы не можете Гипертрофировать Мышечное волокно Не приложив Очень серьезных Усилий Вы не можете Набрать Объем Нужных Нутриентов Или похудеть Не приложив Усилий Если вы хотите Что-то скачать На халяву Купить Даже Если это будет Очень эффективный Материал Он вам Не поможет Он у вас Выслится Через вашу Задницу Так же Как и вошел Я вам Сто процентов Это говорю Я сам Был На месте Мне предложили Купить тренинг Даже не купить А мне его просто Подарили Одного Хорошего Тренера Московского Я посмотрел Я ни хрена не понял Вроде как нормально Но непонятно А вот Когда я отдал 35 тысяч За его тренинг Один день И пришел На занятия И потом Еще подошел К нему В перерыве Поговорил Обсудил Что-то Вот тогда Я ушел Совершенно Другим человеком И применил Эти вещи Вы не понимаете Вы все Пытаетесь Думать Что у вас Есть какие-то Чудные У меня Есть Какая-то Информация Которую Надо где-то Найти На халяву И вас Отпустит Вот посмотрите Риту Посмотрите Вот девочек Которые Писали Наверху Которые Участвовали И в втором И в третьем И в малую Группу Когда люди Прилагают Усилия Ваша Энергия Ну Я не хочу Об этом Говорить Блин Но кто Понял Тот Понял Вы Не можете Получить Результата Не отдавая Не вовлеченности Не мотивации Понимаете Скачиваете Вы Где хотите Чё хотите Это Высрится У вас Из головы Вы же Прекрасно Это знаете Я знаю Что тут Сидят Такие люди Которые Скачали Всё Что Только Можно И чё Вебинары Конечно Будут Вы Ничего Из этой Бесплатной Халявы Не вынесете Это Очень Важно Понимаете Ну Такого Существенно Глубокого Да Мои видео На ютюбе Бесплатные А не Образовательные Но Когда Вы Хотите Достигнуть Результатов Это То же Самое Что Вы На ютюбе Посмотрите Много Блогеров Посвящённые Спорту Скачаете Например На халяву Какой-нибудь Тренинг Как построить Тренировку Как построить Питание И Попытаетесь Это Применить Я вам Сто процентов Ничего Не получится Вы Его Скачаете Посмотрите Запишите И начнёте Тыркаться Тыркаться И через Две недели Бросите А когда Вы придёте В спортивный Зал Где будет Проводиться Какой-то Тренинг И вы будете Участвовать В зале Задавать Вопрос Вы потратите Денег У вас Совершенно Будет Другой Настрой К тому Что вы Делаете Понимаете О чём Я говорю Я Я с вами Прощаюсь Спасибо Вам Огромное За то Что вы Не пожалели И пять Недель Со мной Провели В копии Или Онлайн Спасибо Вам Огромное Спасибо Спасибо Я надеюсь Что вам Понравилось Я действительно На это Очень сильно Надеюсь Я вижу Вашу Обратную Связь Спасибо Спасибо Огромное Ну всё Счастливо Увидимся Вконтакте На стене Я там Сейчас буду Писать Тоже вам Благодарные Слова Спасибо До свидания Пересмотрите Обязательно Это занятие Я вас Очень прошу Оно Действительно Очень важное Оно Высосало Всё Что вам Надо знать В алгоритмах Не больше Не меньше Спасибо Я в камеру Можно Посмотрю На вас Так лучше Просто я Смотрю Обычно На чат А тут Я теперь На вас Решил Посмотреть Всё Счастливо У вас Всё Получится И применяйте Эти знания И Не сдавайтесь Если что-то Возникнет Тревожное Не бойтесь Просто задайте Себе вопрос Как я это Делаю А как Надо бы Подумать Более Рационально Спасибо Большое Спасибо Счастливо Ребята Пока Счастливо 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 Счастливо